С новыми силами на новом месте в Казани обживается семья потомка Александра Пушкина. На историческую родину в Россию прапраправнук великого поэта приехал из Бельгии вместе с женой и детьми. О русской душе и русской няне они рассказали нашему корреспонденту Светланой Костиной. Конечно, у нас общая кровь, но я совсем на него не похож. Я не такой, как он. На первый взгляд и правда совсем не похож. Зато любовь к России у них точно общая. Прапраправнук великого поэта оставил в Европе родителей, огромный дом, получил русский паспорт и переехал в Казань. В Россию к предкам Александра тянула давно. Семья эмигрантов, бежавших от революции, так и не почувствовала себя в Брюсселе своей. Вот Наталья Пушкина. Гравенец – моя настоящая фамилия. В наследство от предков Александру достались подлинные манускрипты поэта, титул барона, за который, кстати, в Европе надо платить 25 тысяч евро в год. Кулинарная книга бабушки Натальи Пушкиной – Гравенец. Это рецепт Пасхи. Мне очень нравится. Впервые Александр Гравенец приехал в Казань всего на пару дней. Несколько лет назад он посетил торжественные мероприятия, посвященные поэту и успел взглянуть на достопримечательности. Тогда он еще не знал, что практически повторяет путешествие своего родственника. В Казани Пушкин был совсем недолго – два дня и семь часов. За это время он успел прогуляться по Кремлю, встретиться с поэтом Боротынским, с губернатором, а также побывать в гостях у одного ученого. Во время путешествия Александр Сергеевич собирал материалы по истории Пугачевского бунта. И позже в своем письме к жене он писал, что не зря посетил эту сторону. Сейчас то путешествие Пушкина в Казань изучено досконально. Его потомок с удовольствием бродит по тем же местам. Вот улицы предка, а вот здание дворянского собрания, где останавливался поэт. Наверное, я хотел бы приобрести одно из этих зданий и реконструировать его. Я хочу сохранить память в моей семье. А хранить есть для кого. У Александра шестеро детей. Кстати, они больше похожи на знаменитого родственника. Супруга Александра, как и дед Пушкина, Ганнибал родом из южных стран. Дети планируют пойти в казанскую школу. А вот самый маленький член семьи, четырежды правнук поэта, Алексей только учится говорить. У него тоже есть русская няня. Конечно, не Арина Родионовна, но тоже знающая знаменитые сказки. Маленький Пушкин. Да, почему бы и нет. Ради шутки мы иногда зовем его так, и люди называют его. А, маленький Пушкин, маленький Пушкин. Кто знает, может быть, спустя почти 200 лет в России узнают еще одного Пушкина. Светлана Костяна, Олег Масюшин и Анатолий Минеев. Первый канал. Казань.